виталий приветствую тебя торговая сессия вторника наша традиционная встреча мы с тобой обсуждаем рынке все это друзья для того чтобы у вас было больше информации для принятия торговых решений смотрим с виталием на разные инструменты разных сегментов и кстати с разных сторон когда есть хорошие технические паттерны подсвечиваются когда есть хорошие новости новостной бэкграунд тоже это проговаривается и время от времени еще делается акцент на так называемую психологию действия большинства и меньшинства тоже для того чтобы упрочить на мнение относительно того стоит ли покупать либо продавать тот или иной инструмент далее ну что прошлая неделя это неделя данных по инфляции причем основного индекса потребительских цен промышленной инфляции пятницу та неделя которая оживила интерес к доллару мы видели локальные максимумы в районе 105 пунктов после чего последовала коррекция сейчас рынок в таком стиле находится потому что с одной стороны трудно что-то показывает когда на повестке экономического календаря практически нет ничего но с другой стороны нужно просто понимать что если исходите долгосрочных представлений нужно иметь уже какое-то видение рынка видите среднесрочную долгосрочную фундаментальную картину чтобы ориентироваться по тому же самому доллару если он как инструмент является катализатором принятия решений что с ним будет то есть понимать картину я предлагаю сегодня рассмотреть со своей стороны индекс доллара как раз золото и еще сегодня на повестке экономического календаря данные по инфляции в канаде поэтому посмотрю еще на пару доллар канадец давай тогда начнем с меня традиционно первый график открыт это как раз индекс американской валюты текущие котировки сто четыре двадцать четыре если целом характеризовать прошлую неделю как я уже отметил на данных по инфляции во вторник индекс доллара обновил локальный максимум максимум за несколько месяцев потом последовала коррекция и сейчас уже второй день по сути картин не меняется индекс доллара консолидируется в районе ста четырех двадцати вчерашняя торговая сессия вовсе была облегчена низкой ликвидностью из-за праздничного выходного дня а в сша сегодня трейдеров будет больше но им нечего отыгрывать потому что новостной календарь практически пусто работаем с тем что накопили с прошлой ензели из последних отчетов это данные по право внешней инфляции так называемый индекс цен производителей традиционно рекомендую анализируем данные по инфляции смотреть на базовый индекс потому что он фильтрует такие компоненты как продовольственные товары цены на энергоносители если друзья среди вас есть те кто оптимистично настроен в отношении доллара тонн и вы наверняка знаете что пятницу данные по индекс цен производителей базовых индекса превзошел ожидание экспертов по сути новый локальный максимум рост с 1 7 до 2 процента то есть на рынке часто говорят о том что есть признаки усиления традиционного давления в американской экономике и это подтверждает крепкий сильный рынок труда и сам факт того что например основная инфляция вообще не снижается сейчас если говорить про базовых потребительских цен то есть прошлое значение 3 9 процента как два месяца назад а есть и отдельные компоненты которые влияют на показатель инфляции в данном случае это индекс цен производителей здесь даже уже восходящая динамика я сторонник того что фрс будет опираться на эти данные на эту статистику собственно как и мы и если у американского регулятора есть задача пока что не торопиться с ценой ключевой процентной ставки есть для этого все вводные инструменты дочь подсвечивать что снижение ставки это уже перспектива скорее всего июня поэтому какой-то период времени я не думаю что прям до июня хотя кто знает я буду удерживать пока что ломги и ожидаю восстановление доллара выше 105 пунктов так что касается золота текущей котировки 2021 доллар за тройс пунктов здесь стоит отметить что покупатели прям настойчивый настырный и им удается вот уже не первую торговую сессию сохранять инициативу когда она была перехвачена у продавцов после тестирования поддержки 2000 долларов но сейчас этот рост еще происходит параллельно с ростом доходности американских облигаций это очень странно я думаю что здесь нужно навести порядок что-то должно измениться но я надеюсь как продавец золота что изменится динамика золота они показатели доходности американских облигаций поэтому я бы сейчас рекомендовал все таки дождаться какого-то следующего стоящего фундаментального драйвера например завершение протокола последнего заседания американского регулятора но а те кто не хочет ждать а нужна рекомендация и возможно сейчас я думаю что шансы на развитие нисходящей динамики все-таки сейчас выше потому что уверен что доллар может на любом комментарии предстоит лифи дезерва перейти к дальнейшему росту и крепкий доллар повышение доходности трейджерис облигации с которыми золото имеет обратную трейляцию должны спровоцировать развитие нисходящей динамики в общем я остаюсь предан пока прежним ориентиром это снижение в районе двух тысяч долларов с одной спонсу и актуальная сделка в связи с тем что сегодня на повестке экономического календаря отчет по инфляции в канаде канадский доллар пара доллар канадец котировки 1.3506 я уже долгое время покупают валютную пару потому что жду разворот на рынке нефти вот его жаль пока нету но все-таки думаю что нефтянка уже очень сильно перекуплена и коррекция должна произойти и случиться может быть она начнется после выхода сегодняшнего отчет от американского института нефти по запасам где мы снова ожидаем подтверждение увеличения запасов завтра официальная статистика тоже скорее всего подтвердит динамику увеличения запасов это негативные паттеры для котировок нефти пора бы уже хотя бы демонстрировать коллекционную динамику для бренд для дамбута это будет негативный фактор для канадца и еще один негативный фактор для канадца это ожидание сегодняшнего отчета по инфляции по прогнозам индекс потребительских цен в канаде в годовом выражении снизится с трех и четырех до трех и трех процентов и ранее уже отмечал что те страны которые находятся не в таком положении как сша если сравнивать силу экономики и темп экономического восстановления здесь куда более актуальным является вопрос оперативности снижения ключевой процентной ставки последний показатель по ука канады снижение на 0,3 процента в годовом выражении и если банка англии а точнее канада сегодня получит доказательство ослабление функционного давления зачем им тогда удерживать ставку высокой нужно хотя бы намекнуть рынку на возможность смягчения экономической политики это тоже будет воспринято скорее всего как негатив для канадцев поэтому я удерживаю длинные позиции и жду закрепление пар доллар канадец выше уровня 1 36 вот на этих трех инструментах сегодня остановлюсь виталий давай тогда слово тебе итак всех приветствую напоминаю мы прошлый обзор пропустили я немножко болела еще чуть болею поэтому так сегодня будет коротко по рынку ну я бы еще добавил вот пятничные данные по инфляции до пи пи они вышли большие выше ожиданий рынок моменте укреплялся доллар но данные по заявкам по строительству новых домов вышли хуже ожиданий там минус 15 процентов за январь то есть и мы я увидел на этом фоне что даже та же пара евро доллар пятницу отыграла все падение которое было на инфляции мы отработали там локальные максимумы показали ну локальные на протяжении дня плюс розничные продажи кстати плохие тоже вышли в хуже ожидания ждали минус 0 1 но вышла минус 0 8 поэтому он если играть на этих факторах против инфляции то возможно где-то и присутствует какие-то варианты укрепления доллара имеется ввиду ослабление доллара я пока осторожен с этими заявлениями и торгами очень аккуратно буду ближе возможно в среду вечером будет более ясная картина по доллару или там в четверг будет блок статистики уже будут какие-то возможно давать более ясные рекомендации сегодня хотел бы пройтись коротко то что мы две недели назад с тобой обсуждали я давал две хорошие рекомендации это по рынку криптовалют советовал покупать bitcoin целился на обновление максимума просто отлично показали рост по данному инструменту то есть видим февраль просто великолепно и эфир аналогично то есть выше 2265 вот здесь называл ключевые уровни целью на обновление хая то есть эти сделки аналогично советовал своим ребятам торговать закрытом канале и в принципе и публично то есть великолепно здесь были хорошие паттерны если брать в целом рынок сейчас то рынок для меня сложный и не до конца понятно вот если в двух словах по нефти то я здесь жду возможного какого-то роста я не знаю какой этот рост будет локальный или более сильный сложно сказать но у нас есть сильные уровни 83 50 это получается максимум прошлого месяца мы к этому уровню увидим уже там несколько дней мы возле него торгуемся и я думаю что скорее всего мы этот уровень будем пробивать и локально можно как-то на этом заработать возможно и более сильное движение будет поэтому здесь работать на пробой 83 50 то есть выше уровня на пробой лимиточку ставим обязательно со стоплосом потому что если будет ложный пробой то цена уйдет вниз а так в принципе хотя здесь потенциал хороший то есть можно подержать посмотреть что из этого получится дальше по золоту здесь у меня такая динамика прошлый раз когда мы с тобой обсуждали ты был медведем я тоже был медведем две недели назад в принципе неплохо отпадали и на текущий момент я перевернулся на быкам и в пятницу как раз перед инфляцией чуть не вынесла конечно покупал золото высшее уровне 2000 то есть такой психологический уровень поддержки мы здесь сделали ложный пробой это минимум января вот то есть вошли ниже уровня потом закрылись выше и на текущий момент я бы советовал дальше работать на укрепление золота с целью там 2 60 от 2 90 то есть это первые цели возможно мы и выше уйдем или там какой-то боковик будет не знаю сложно сказать поэтому золото я бы пока работал на на укрепление золота дальше что касается валютного рынка прошлый раз я говорил что стоит обратить внимание на уровень фибоначи 60 61 процент прошлый тренд который у нас был осенью прошлого года мы скорректировались и на этом уровне смотрите мы два раза уже отбились раз можно было сработать на покупочку второй раз и сказать что здесь произошел разворот уже вот этого тренда очень сложно все он пока формируется и пока нету всех параметров чтобы так сказать надежно то есть я не исключаю что мы можем уйти очень хорошенько вниз принципе по тому сценарий который ты называешь и обновить еще один 07 еще раз там 06 50 плюс минус но и такой шанс не исключаю там плюс-минус еще день-два будет возможно более понятно будет ли здесь такая надежная покупка это первое второе если уже говорить о покупках то желательно бы пробить вот эти локальные максимума в районе 08 108 закрепиться выше проторговаться и дальше работать на там 109 день 10 11 желательно чтобы сегодня не слили то есть день формате просто я перевернулся в быка по евро доллару поэтому сейчас еще любые возможности на покупку они очень рискованные это понимаю у нас сильный нисходящий тренд плюс инфляция зашкаливает плюс если работать по прогнозам по инфляции я думаю что она будет помнишь мы еще перед новым годом говорили что инфляция будет расти в сша потому что они очень много денег напечатали и они немножко ее придавили но она снова набирает оборотов возможно где-то будет снова пауза но если так брать глобально мерять год-два я думаю что она будет расти плюс экономическая ситуация будет ухудшаться фрс возможно даже еще ставки будут повышать потому что будет бороться с инфляцией как-то им нужно бороться да кстати это будет очень интересно если они снова запустят эту шарманку о том что нужно тащить ставку еще вверх ну мы будем по факту уже смотреть возможно она будет понимаешь каким как каким-то периодом там снижаться инфляция будут другие заявления будут евро условно укрепляться потом по-другому то есть это будет такой плавающий то есть разнонаправленные движения мы уже по факту будем его как-то сопровождать и торговать вот так да согласен виталий спасибо тебе большое что понимаешь что тяжело говорить с больным ты все равно пробежался по большому количеству инструментов и дал конкретные рекомендации конечно же огромное спасибо что в таких условиях взял отключился провести эфир тебе тогда хорошие отработки этой недели ну конечно же скорейшего выздоровления надеюсь то что в следующий вторник ты уже будешь прям таком полноценном строю вернемся к анализу рынка ну и всем нашим подписчикам кто следит за контентом тоже исключительно хороших прибыльных торгов спасибо до встречи пока